Сегодня мы в гостях у компании Мистер Дорс. Это ателье мебели. У нас сегодня экскурсовод замечательный, это антилава Вероника. И мы сейчас только что побеседовали, чем Мистер Дорс вообще знаменит, чем отличается, как он может помочь дизайнерам, либо клиентам в создании красивого, качественного интерьера. И сейчас, наверное, мы покажем просто шоурум для тех, кто еще не был, либо кто будет, как он выглядит, да, и на что обратить внимание. Да, конечно. Проведет нам экскурсию Вероника, а я буду спрашивать и двигаться вперед, и вы будете вместе с нами изучать всю тему. Поехали. Мы находимся во флагманском салоне Мистер Дорс, который расположен в бизнес-парке Румянцево на третьем этаже. Здесь обновленная экспозиция, поэтому сейчас мы вам все расскажем и покажем. Мистер Дорс изготавливает мебель по индивидуальным размерам. Такие жилые зоны, как детские, кухни, гостиные, прихожие, кабинеты, гардеробные, системы хранения. Можно обставить нашей мебелью всю вашу квартиру. Основы – это панели. Какие они бывают? Что за типы панелей? Корпус нашей мебели выполняется в двух вариантах. Это либо ЛДСП панели, либо панели МДФ, отделанные пленкой, либо эмалью. Насколько я понял, что в принципе какой-то эксплуатационной разницы нет. Разные цвета, да, там по дереву, либо... Да, отделка и декор. А вот давай посмотрим, пойдем пока еще к кухню, да? Они могут быть использованы в шкафах, на кухне. В шкафах, на кухне, да, в принципе, в любой мебели, которую мы делаем. И уже на корпус навешиваются фасады, которые здесь имеют большую вариативность и большой ассортимент материалов. Фасады открываются, и внутри у нас идет наполнение. В данном случае это скрытая вытяжка. Фасады выполнены здесь из МДФ в эмали, причем рельефной эмали. Следующая важная вещь, ну, по категории, да, из чего все состоит, это петли. Они брендированные. Помимо петель мы используем ящики с направляющими Блюм. Это легро-боксы с доводчиками, которые выдерживают до 40 кг. Помимо сплошной поверхности есть еще... Да, есть рамочные фасады. В данном случае это фасад Футур, который выполнен из алюминия с врезной ручкой Футур. По конфигурации мы обсудили, что есть сама панель, есть направляющая, есть свет внутри. Которые можно в разных конфигурациях строить. И столешницы, если это кухня. Да, кухня это столешницы и, естественно, стеновые панели, либо, как это принято назвать, фартук. Здесь делаются еще столы, насколько я понял, но столы не для гостиных и не для столовых, а именно для офисов. Да, не обеденные группы, все верно, а офисные столы, рабочий домашний кабинет, также можно изготовить мебель и в офис. Так, пойдем дальше, потому что я вижу, что там классическая модель. Фасады могут быть не только разных цветов, но и разных конфигураций. И я знаю, что еще спальня делается, да, и текстиль. Да. То есть, давай посмотрим про эту часть. Да, то есть, можно изготовить помимо мебели в современном стиле, также мебель с классическими фасадами и декоративными классическими элементами, такие как карниз, рельефные торцы на корпусе, цоколь, замки. И, естественно, дополнить все это вот такой интересной фурнитурой. Мы можем изготовить помимо корпусной мебели еще и кровати с мягким изголовьем, и также дополнить это все текстилем, шторами, пуфами, подушками декоративными и чехлами. Если мы берем вот этот шкаф, например, да, вот он открывается, здесь у нас есть внутреннее наполнение, и, как мы обсудили, получается, внутреннее наполнение может быть в разных конфигурациях по цене. То есть, самый минимальный уровень, если мы хотим подешевле, средний и максимальный. В чем отличие, если здесь где-то показать, допустим, вот этот шкаф, либо какой-то другой, в чем отличие минимального и максимального? Ну, минимальный, конечно, по бюджету наполнения, это будет вешала для плечиков, для хранения одежды, далее это полки, и премиум сегмент, это если мы уже дополняем шкаф выдвижными ящиками, либо это будут аксессуары типа брючниц для хранения галстуков, ящики из фанеры, они бывают разные, то есть, бывает из ЛДСП сам ящик, бывает из фанеры, а также легробоксы, металлобоксы. Посмотрите, вот это прихожая. Да, прихожая тоже выполнена в классическом стиле, рама идет 50 мм, вот здесь мы видим торцевое вешало, то есть, если у вас не позволяет глубина сделать стандартно для плечиков, для размещения одежды, можно сделать вот такой вариант. Дотянусь? Да, с газ-лифтом. Это вот уже более подороже, да, любые конфигурации? Да, конечно, конечно, то есть, вот эта вставка, она, конечно, добавляет уже стоимости, но и внешний вид играет совершенно новыми красками, панель бозри рельефная. По свету, получается, есть линейный, мы видели подсветки, есть точечные. Теплый, холодный свет, это тоже можно выбрать для того, чтобы сделать разные сценарии. Здесь представлен кабинет директора салона в серии итальянская классика. Здесь мы видим уже панели тамбурата для исполнения корпуса, вот с такими декоративными рельефными накладками из патиной. Здесь мы видим раздвижные системы дверей со стеклом с фацетом. Вот такие декоративные арки выполнены из дерева, замки, карнизы, стеклянные полки на таких изящных полкодержателях. И рабочий стол выполнен из толстой столешницы и имитацией тоже вот такого карниза красивого. Все в одном цвете, с одном материалом? Да, фурнитура тоже подобрана вся в одном цвете, в одной стилистике. То есть вы можете заказать не только, например, какую-то библиотеку, стеллажи, витрины, но дополнить это все рабочим столом, тумбами, комодами, в общем, все, что необходимо для дополненного интерьера. Современная тенденция? Они получаются так слегка затонированы. Помнишь, как раньше стекла были в машинах, тонировка такая? С сеточкой, да. Вот сейчас это тренд, очень модно делать такие раздвижные системы. Здесь мы можем посмотреть, потому что они достаточно высокие и выполнены в матовом графитовом цвете, который сейчас пользуется, опять же, популярностью у наших заказчиков. Высота какая, возможно? Максимальная высота корпусной панели, возможно, 2,77, а двери раздвижные можно сделать в нише до 3 метров высотой. Есть аксессуары для обуви. Здесь уже такие металлические? Да. Интересно. Все выполнено в одном цвете с рамой раздвижных систем, с треком. Корпус выполнен из декора акация, но при этом кромка у него сделана в другом цвете графит. Это тоже смотрится интересно, необычно. И таким образом мы можем разделить, грубо говоря, фасадную часть и внутреннюю часть. Остров или что это? Да. Остров. Ну, здесь на самом деле образцы корпуса, образцы фасадов. Они собраны здесь в одном месте для того, чтобы заказчики могли положить, например, посмотреть, какой вариант подойдет им больше. То есть вот такой фасад смотрим, либо же это будет вот такой фасад. Все, и на месте уже подобрать. Ты сказал, что цветов достаточно много, да? Да, цветов очень много. И разные модели. Чем они отличаются вообще? Нужно ли знать состав свойства, либо достаточно мне по цветам ориентироваться? По цветам с токситами, может быть, либо, может быть, еще какими-то параметами они отличаются, кроме визуального. Ну, получается, если мы берем панели ЛДСП, она из себя представляет древесно-стружечную плиту, которая отделана ламинатом, по-другому называется еще меламином. Прессованная бумага с различным добавлением связующих материалов. Кромка может быть в цвет пласти, либо отличаться, как мы до этого посмотрели на шкафе. И производитель данных панелей является Эггер, то есть это ведущий производитель ЛДСП Австрии с классом экологичности Е1, то есть не выделяет никаких токсичных ядовитых веществ. И мы, получается, смотрим, если ЛДСП, он имеет свою цветовую гамму, если мы уже выбираем материал, например, МТФ, то он идет в двух вариантах покрытия. Либо это будет пленка, которая имеет свои декоры, либо это будет эмаль, которая будет покрашена со всех сторон. Не только декорами, которые представляет Мистер Дорс, но еще и можно покрасить в цвет по вееру Урал. Я еще знаю, что можно из любого каталога своих фотографий что-то придумать, сделать, и будет у тебя персональная цвета либо покраска. Не то, что даже покраска, а можно на любую панель действительно ЛДСП, МДФ, либо стекло нанести ультрафиолетовую печать, изображение, фотографии. То есть, например, дизайнер-архитектор что-то сам придумал, нарисовал какой-то принт, и это все можно изобразить на фасадах мебели. Здесь у нас деление получается. Это почему? Что это? Конфигурация? Ну, просто да, это такая задумка, так сказать, дизайнерская, чтобы разделить вставки еще декоративным профилем и сделать, грубо говоря, три вот таких фрагмента. Фрагментов может быть в одном полотне до шести штук одновременно, то есть либо полноценное, полноформатное, либо до шести штук делить горизонтально. А ручки, фурнитура, это большой каталог какой-то, да, есть, который можно использовать? Да, можно посмотреть как раз вот здесь представлены ручки, то есть либо это матовое серебро, либо хромированные вот такие блестящие ручки в белом цвете, в коричневом и в черном, а также представлена линейка для классической мебели в бронзовом и золотом цвете. Используются стразы Сваровски и различные другие кристаллы. Так, это возможные варианты искусственного камня, да, столешницы, либо стеновой панели для кухонь. Мы делаем столешницы либо из пластика, либо из искусственного камня, либо из натурального камня и керолана. То есть вот они представлены все здесь, можно посмотреть и выбрать что-то интересное для себя. Здесь выполнена стеновая панель, либо фартук меньшей высоты, ну то есть и остальная часть используется уже для хранения аксессуаров, либо различных специй. Ну в принципе интересная такая задумка, чтобы только основная часть скрывалась от там брызгов, попадания, приготовки каких-то там продуктов, масла и прочего. Да, открывание от нажатия, здесь идет фиксатор push to open. Внутреннее наполнение всегда можно согласовать с клиентом и в зависимости от разного внутреннего наполнения цена может варьироваться до трех раз получается. Да, все верно. То есть от самого дешевого, визуально выглядящего одинаково, до достаточно дорогого, но при этом дорогого функционального. То есть клиент уже сам может прийти. Как дизайнеры работают, они показывают сначала общую концепцию того, что мы видим, общие впечатления, если все устраивает, то дальше уже можно прийти к менеджеру, который дизайнер одновременно, да, им уже подскажет, поможет все это дело собрать. Да, мы вот правильно, ты поправился, Станислав, мы называем своих сотрудников не менеджеры, а дизайнеры мебели, потому что они имеют профессиональное образование, они рисуют в 3D программе уже композицию и могут вам посоветовать подобрать что-то конкретно под ваш интерьер. Я вот вижу в гардеробную, это интересно. Да, да, гардеробную. Здесь очень интересная система дверей, здесь уже вставки, как вы видите, идут вертикально, они горизонтально, как наблюдали до этого, сочетается стекло, LDSP, и опять же, видишь, здесь идет вот такой переход, то есть эти вставки находятся не в одной плоскости, а выполнена дверь ступенькой. Это важно. Да, это очень интересно. Интересно. Везде на дверях стоит уплотнитель, для того, чтобы когда он подходил, например, к стене, он не оббивал ее своим металлическим профилем, а сглаживал именно вот этим амортизатором. Есть еще, помимо корпусных систем, вот такая модульная система, которая выполняется на алюминиевых стойках. Стойки идут с креплением полстена, полпотолок и П-образные. Таким образом, вы можете, покупая вот эти полкодержатели и сами, например, полки, дополнять композицию по вашему удобству. Если необходимо, например, их раздвинуть, вы можете это сделать очень легко и просто, в домашних условиях, даже без нашего установщика и службы сервиса, раздвинуть полки, либо сузить, либо добавить. То есть, такая модульная высоту, если захочешь поменять, то можно будет сделать... Да, просто открутить полкодержатель, опустить эту полку, сюда поставить более габаритный, например, какой-то объект и все. Что уже, конечно, не сделаешь с корпусной системой, потому что здесь все идет на эксцентриках, которые закрыты вот такими вот заглушками. Такая система, она более мобильная получается и более легкая за счет того, что нет боковин корпусных деталей. Дизайнер уже в вашем салоне поможет сконфигурировать именно где как поудобнее сделать, да, предложит какие-то варианты и можно будет выбрать. Да, замечу, что нет каких-то стандартов и когда приходит клиент, мы отталкиваемся непосредственно от его желания, от его, так сказать, распорядка дня, потому что, ну, любой дизайнер опытный, он будет отталкиваться от действий. То есть, если вы привыкли, например, делать так и никак иначе, то и нужно отталкиваться именно вот от вас. Все мы тоже разные, и это касается гардеробных, у нас разный рост, у нас там разное количество обуви, разный размер обуви. И именно от вас мы будем отталкиваться, когда будем там располагать вешало, например, на какой-то определенной высоте, чтобы вы дотягивались, чтобы, там, например, полки были нужной глубины, чтобы поместилась вся ваша обувь и прочее. Тоже такое интересное для девушек. Да, мечта для девушек. В общем, ждем вас в гости. Приходите, будем рады видеть. Спасибо за экскурсию. Да, вам спасибо. До свидания, мистер Борс. До свидания.